Застой 2020 бедным помогут с особым рвением, поставив на учет каждый холодильник. Общество, экономический кризис 9 января 14.20 застой 2020, бедным помогут с особым рвением, поставив на учет каждый холодильник о чем может сказать президент Путин федеральному собранию 15 января. Александр Ситников, комментариев просмотров 13185. На фото, во время раздачи еды бездомным и малоимущим людям на площадке у храма Державной иконы Божьей Матери в Екатеринбурге. Фото, Антон Буценко, ТАСС. Как известно, 15 января президент Владимир Путин в выставочном зале Манеж обратится с очередным посланием к Федеральному собранию РФ. Проправительственные СМИ частично пролили свет на главные темы выступления. В частности, речь пойдет о вопросах по преодолению застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда. Об этом сказал сам Путин журналистом ТАСС. «Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения». Судя по всему, ряд министров и ключевые фигуры законодательного органа уже ознакомлены с деталями путинского документа и срочно готовят свои комментарии. Ясно также, что ВВП пытается избежать повторения неприятной истории с созданием 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест и с обещаниями не поднимать пенсионный возраст. Кроме того, некоторые политологи предрекают закрепление традиции, мол, все послания будут открывать новый политсезон. Конечно, если реакция общества окажется удачной с точки зрения Кремля. То, что инваль, а в перспективе и февраль, могут вновь стать месяцами для озвучивания президентских инициатив, связано, надо полагать, с выборами в Госдуму и транзитом власти в 2024 года. Ведь, если разобраться, лучше площадки и более благоприятного времени для старта предвыборной кампании не найти. Читайте также. Читайте. Другими словами, пожилых людей президентские инициативы вряд ли коснутся. Для них, очевидно, рано или поздно приготовят специальные программы по снижению расходов по содержанию жилья, а также по льготному медицинскому обслуживанию. В то же время, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Татьяна Малева и заведующая лабораторией уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Елена Гришина в статье «Каким должно быть детское пособие» отмечают. В целом среди всех малоимущих домашних хозяйств доля домохозяйств с детьми составляет 78,8%. Учитывая статус РАНХИКС как вуза при президенте Российской Федерации и Центра переподготовки высших управленческих кадров, логично предположить, что новая российская политика в интересах бедных будет направлена именно на эту категорию населения. Главный посыл Путина, скорее всего, сведится к введению адресного пособия по бедности, обеспечивающего доведение среднедушевых доходов малоимущих семей с детьми до величины прожиточного минимума. Наверняка будет анонсирован поэтапный подход, в начале под охват адресным пособием попадут семьи и детей с третьих до четырех лет, потом с четвертой до седьмыми и т.д. С другой стороны, опыт других стран показывает, что в качестве базового принципа политики в интересах бедных является обязательная проверка на нуждаемость, поскольку даже в развитых странах серая экономика достигает значительных размеров. Учитывая российские масштабы тени, властям придется создавать специальную службу с огромными административными расходами. Ведь под контроль попадут десятки миллионов человек. Параллельно возникает вопрос, кто конкретно будет оценивать уровень бедности и по каким критериям. Между тем, согласно типичным правилам, получившим широкое распространение за рубежом, местные чиновники обязаны будут оценивать не только активы и доходы заявителей, но и их жилую площадь, и качество отделки квартир или домов. Под надзор попадет досуг и поведение. Владение автомобилями и загородными домами, в простонародье и дачами, станет стоп-сигналом на пути к заветной адресной помощи. Во Франции, к примеру, уже отмечено, что использование органами местного самоуправления традиционного подхода к оценке образа жизни сталкивается с отсутствием эффективного механизма проверки доходов заявителей. Поскольку неправомерный отказ в адресной помощи карается уголовным кодексом, чиновникам проще дать добро, чем рисковать своей свободой. За стой 2020 Медведева из кресла выкинет только непредсказуемый форс-мажор позиции премьера Прочны, в отличие от пары его министров. Кроме того, любая адресная помощь направлена, прежде всего, на искоренение социального издевенчества и выявление у социальных личностей. За рубежом действует принцип «не хочешь нормально жить заставим». То есть, должностные лица обязаны найти работу папе или маме, если один из родителей не работает. Учитывая наши реалии, предлагать будут самые низкооплачиваемые профессии. Еще одним минусом является увеличение регионального неравенства, поскольку именно местные власти определяют критерии качества жизни. В итоге увеличится миграция бедного населения в Москву и в Питер, так как в этих центрах величина адресной помощи будет более весомой. Похоже, в Кремле есть понимание, что введение адресной помощи потребует от правительства огромных усилий. Недаром Путин, готовясь к посланию, сказал, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты. Безусловно, любая помощь бедным семьям, особенно с детьми, необходима, но зная, как чиновники из рук вон плохо справляются даже со своими прямыми обязанностями и заточены на извлечении доходов из своей должности, гладко окажется только на бумаге. В этом, увы, можно не сомневаться. Экономический кризис. Мельниченко, пережить эту власть – наша главная национальная идея. Новости социальной политики. Зюганов обвинил власти во лжи о росте доходов.